Добрый день, друзья мои! Очень рада нашей новой встрече. Сегодня поговорим о трендах 2020 и как их можно реализовать в стиле Боха. Очень часто в ваших комментариях звучит Боха только для высоких. Это не так. Невысокий рост не помеха. И сегодня мы научимся, как носить стиль Боха невысоким женщинам. Начинаем обсуждение с модного сочетания черное плюс белое. Невысокие женщины должны обязательно учитывать правила третей. В данном случае это горизонтальный шов на линии талии. Вот здесь я провела линию. Это узкая длинная полоса, черная, вытягивает силуэт по вертикали. Учитывайте это. Еще один тренд это Total Black. Полностью черный образ. Женщины невысокого роста могут его носить, потому что монохром всегда вытягивает. И обратите внимание, здесь тоже был, особенно вот в первом кадре, был горизонтальный шов. Или многослойность, где первый внешний слой подчеркивает не объем талии, а ее линию, что немаловажно. Итак, монохром рекомендуется невысоким женщинам в стиле Боха тоже. Вот он, посмотрите. Внешний слой, он диагональный, и по центру он проходит по линии талии. Но образ всегда облегчен, когда присутствует черное и белое. И вот эти вот длинные буксы, они тоже вытягивают. Здесь мы видим то же самое. Пуговица идет на линии талии. Обращайте внимание, вот посмотрите, ровно по линии талии. И происходит членение. Одна-три туловища, две-трети ноги. Обращаю ваше внимание, что вот в этом предыдущем образе и семяке очень красиво представлена игра фактур. Сейчас мы поговорим об облегчении образа, потому что Боха – это всегда несколько громоздко. Вот такая фактура вязаного полотна очень сильно облегчает образ, делает его более воздушным. Один из трендов использования в образах кожи, замши и эко-кожи. Вы можете смело включать в свои образы игру фактур, которая будет создана блестящими и матовыми поверхностями. В Боха нередко и низ, и верх объемные. Когда вы только приучаете себя к этому стилю, особенно если ваш рост невысокий, выбирайте что-то одно объемное. Или верх, или низ. Это более привычно, ваш образ облегчен, вы смотрите сизящно, и при этом вы начинаете носить стиль Боха, что и являлось вашей целью. В образах, которые вы сейчас видите, украшения, которые заканчиваются на линии талии, членят силуэт на третье, а также неровный край жакетов. Обилие диагонали – одно из очевидных преимуществ Боха, за что его любят женщины размера плюс, и что также очень комплиментарно для невысоких женщин. В диагонали придают динамику образу, скрывают истинные объемы, и вот стрижка эта, асимметричная, она также придает динамику. Динамика – это молодость. Посмотрите на это образы. Длинный шарф, украшение, заканчивающееся на талии. Все это – те правила, которые должны использовать все, в том числе это правило номер один для невысоких женщин. Правило третей, правило вертикали. Ну, вы знаете хорошо о том, что микс принтов – один из трендов, которые сезон в сезон переходят и по-прежнему остаются очень любимыми. И в стиле Боха мы тоже видим микс принтов. Для невысоких, обращаем внимание, украшение заканчивается на талии. Вы можете делать украшение чуть выше талии. Тоже будет очень красиво, хорошо. Обязательно смотрите это видео дальше, потому что я покажу вам, где есть много выкроек Боха, и вам можно ими воспользоваться будет. Великолепный комплект, состоящий из микса принтов, полосы разного цвета. Поскольку полосы горизонтальные для женщин размера плюс и для невысоких женщин, мы бы все-таки рекомендовали вертикальные полосы. Здесь мы видим горизонтальную линию на линии талии, плюс украшение, многослойность, как один из трендов, но он всегда присутствует в Боха. Это микс принтов и очень облегчены брючки, посмотрите, своим покроем и длиной. Нужно стремиться к облегчению образов, чтобы не было вот такой тяжеловесности. Обращаем внимание на обувь. В Боха не носят высокий каблук, но носят такие утрированно тяжелые туфли, ботинки, которые имеют платформу 5-7 сантиметров и позволяют женщине выглядеть несколько выше, при этом не жертвуя комфортом. При невысоком росте чем больше вертикали в образе, тем лучше и диагонали. Когда вы будете анализировать образы, обращайте на это внимание. Клетка по-прежнему актуальна. В комплекте удачный крой верха, однотонный центр и клетчатые не спадающие вставки, которые образуют диагонали. А вот клетчатые объемные брюки можно рекомендовать только высоким и стройным любительницам Боха. Одна из популярных, типичных претензий к Боха – отсутствие верхней одежды. Да, Боха не для российской зимы, но вот вариант легкого такого жакета, кардигана перед вами. И его полы образуют вертикаль. В центре мы видим черный цвет, особенно там, где Total Black первым слоем внутренним. Этот покрой рекомендуется всем тем, кто хочет выглядеть выше ростом, стройнее. Посмотрите и на спинке тоже. Черная вертикальная полоса. Грамотно, правильно все сделано. В целом я хотела бы сказать, что если вы смотрите на какое-то изделие, примеряете его, и там обозначено каким-то образом правило третей, это правильно скройное изделие. Перед нами причудливый микс принтов, и по центру проходила вертикальная полоса. Можно рекомендовать всем тем, кто хочет выглядеть выше. Здесь по центру проходит трюша. Она такая вся овальная. В этом образе мы видим микс принтов, полоса и горох, и вертикальная полоса, образованная черного цвета вставкой. Объемные брюки не рекомендуются женщинам невысокого роста. А мы переходим к еще одному тренду – использование прозрачности в многослойных образах. Это очень облегчает все образы, и сейчас активно используется в Бохо тоже. Здесь мы видим рукава. Дальше мы будем видеть юбочки, которые созданы из прозрачной ткани. Посмотрите, как прелестно смотрятся эти комплекты. Здесь мы видим очень лаконичный верх и пышный такой низ. Можно рекомендовать, и будет великолепно смотреться на женщинах именно невысокого роста. Они будут такими очаровательными, изящными леди смотреться, выглядеть. Постаралась показать вам, из чего состоит комплект. Чтобы и вы могли при желании создать точно такой же, используя имеющиеся какие-то у вас компоненты, и что-то сшить, докупить. Обращаем внимание на украшение, которое заканчивается на линии талии и вытягивает силуэт. Обилие вертикалей, диагоналей. Облегчение образа за счет использования прозрачности. Просто великолепно. Подойдет для каких-то особенных поводов. Когда хочется надеть Бохо, хочется быть нарядной. Вот, пожалуйста, это можно использовать. Вот эти идеи. Эта идея представлена в разных цветовых сочетаниях. И смотрится просто великолепно. Обращаем внимание на каждую мелочь. На головной убор, на цветочек, на браслеты массивные, на украшения, на асимметричную стрижку. Одно из возможных нареканий в ваших комментариях. Стиль Бохо здесь в большинстве случаев демонстрирует молодые женщины-модели. Но мы используем то, чем располагаем. Была бы у меня возможность, я бы сделала фотосессию с элегантными женщинами возраста 50+. Вот с такой женщиной, может быть, возможно, ей все 70. Но идеи мы черпаем отовсюду. Невысоким женщинам рекомендуется выбирать относительно компактные брюки в Бохо-образах. Вертикальные полосы создают зрительную иллюзию более высокого роста у женщины, чем он есть на самом деле. Наш показ подходит к концу. Сейчас я суммирую все рекомендации для невысоких женщин, буквально через несколько секунд. Потом покажу, где брать выкройки. Дорогие зрительницы канала, это видео было сделано с огромной любовью, с огромным желанием помочь вам быть более стильными, более модными. Пожалуйста, поставьте лайк, если это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть подруги, знакомые, родственницы, которым могут быть интересны темы, в частности, Бохо, например, вы можете порекомендовать это видео им. Мне это тоже будет очень приятно. Итак, суммируем все рекомендации для невысоких женщин. Смотрим, запоминаем. Еще раз пересматриваем. В своем гардеробе выделяем, что можно использовать, что нужно докупить, сшить. Просто сделать, например, легкий шарфик. Это не требует чего-то. Украшения, например, приобрести нужной длины. И в самом конце рекомендация, где найти выкройки. Это пин-интерес. Вводите вот это слово, которое внизу, и смотрите очень-очень много выкроек. На этом наш показ подошел к концу. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео. Хорошего дня и настроения. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok